Книга открытым оком том 1. Тема природа. Вопрос 475. Одним из основных аргументов эволюционистов против творения земли богом является вопрос о происхождении нефти, угля, газа. Что им можно сказать на это в ответ? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. В действительности же найдены были лишь отдельные части черепа и берцовой кости на расстоянии друг от друга до 5 метров. Такие фантасты, как Беляев, Герберт, Уэллс, помогли в кавычках ученым сделать на этом бизнес. В годы советской власти в газете «Известия» был опубликован материал, разоблачающий горе эволюционистов. В казахстанских степях пастух обнаружил два огромных камня, испещренных какими-то знаками, рисунками, доложил об этом в Академии наук в Алма-Ате. Далее события развивались так. Была постная экспедиция, которая различными методами определила воздух рисунков на камни. В десятки тысяч лет были изысканы огромные средства, мощная техника и камни доставили во двор Академии наук. Учили тщательные исследования радиоактивным, углеводным методом. Защитили шесть кандидатских степеней и одну докторскую. Это был настоящий прорыв в науке. Об этом напечатали в журналах, в зарубежных журналах, в местных газетах. А далее случилось то, что называется, в кавычках, «жадность сгубила фраера». Кавычки закрыты. Газетка попала в руки другому пастуху, который прочитал это, и долго смеялся. Он пошел в Академию, науку рассказал, что еще мальчишкой. Пас отцом овец в той местности и присутствовал при том, когда какие-то люди писали эти значки на камни. Камень назначался для съемок исторического фильма, и он был рядом с этой съемочной группой. Вот тут-то и началась самая настоящая вакханалия, в кавычках, ученых-эволюционистов. Они ни за что не хотели отказаться от этой теории, от которой все писались. Смотрите, Даниил, 13 глава. Деревья в лесу сразу все никогда не падают, а если падают, то медленно сгнивают и превращаются в органику. Если бы даже был повален весь лес на сотни километров, как при падении Тунгусского метеорита, то и тогда он остается лежать на поверхности земли, и уже через 10 лет от него ничего не остается. Он сгнивает. Чтобы дерево обуглалось, превратилось в каменный уголь, нужно стволы деревьев сложить в огромный штабель и засыпать таким слоем земли, через который бы не было проникновения воздуха совершенно. Притом это должно произойти мгновенно, не в течение нескольких лет. И грунт должен быть только в разжиженном состоянии, без пузырьков воздуха, без частиц между частицами земли, чтобы застывая превратился в плотную массу, как вибрированный бетон. Продолжать ли дальше, или уже догадались, бытие 7, 10-12, 7-24, через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 60-й год жизни Ноевой во второй месяц, в 17-й, 27-й день месяца, в сей день разверзли все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и продолжалось на земле наводнение 40 дней, 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода уже усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле. И птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота и гада, и птиц небесных. Все истребилось в земле, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Земля была под водой в течение года. Проведите маленький эксперимент дома, хотя бы сразу с землей. Когда вода стала убывать, то деревья со всей поверхности земли, а это нетронутая действенная природа, практически в джунгли по всей земле, и плавающие на поверхности воды, и топляк, заткнувшие деревья, сносились потоком уходящим в недры земли. Воды в низменные места, кузбассы, другие угольные места, угольных разрезов. На горах нигде нет угля, а только в низинах во всех странах мира. Многометровый слой деревьев сразу же был покрыт пульпой, разжиженной землей глиной. Был создан мощнейший, воздухонепроницаемый панцирь. Спрашивайте, где же взять столько земли, ибо глубина шахты иногда достигает несколько сот метров. Приглашаю самокросника приехать к нам в поселок Потеряев, Камаматовский район Алтайского края, и я вам докажу и покажу в течение одного часа, откуда столько земли над углем в Кузбассе. Это не теория ученого человека. Наша деревня окружена глубокими до 20 метров, широкими до 200 метров балками, лагами, которые начинаются прямо возле нашей деревни на совершенно ровном месте, и буквально через 100 метров превращаются как бы в мощнейшие русла рек. Края логов абсолютно ровная, как будто кто-то разрезал огромную водопроводную трубу пополам. Если провести прямую линию по краям лога, а это все в степи, то видно, что здесь работала не техника, не весея, не ручьи, а многокилометровый слой воды медленно уносил размягченный ил. Если по совести, с известной долей иронии, то Кузбасский угол должен был бы поделен хотя бы частично с потеряемкой. Ибо эти лога нам мешают, а взамен мы пока еще ничего не получили. Они бесплатно, бесцеремонно эксплуатируют наши земли. С углем все понятно, но откуда взялись нефть и газ? Сегодня существует только одна теория, что это производная от разложившихся трупов животных. Миллионы тонн нефти. Сколько же нужно было животных? Когда первые поселенцы на американском континенте вошли в прерии и продолжили железные дороги, провожили железные дороги, то очевидцы описывают, что потоп миллионных стад бизонов приводил в дрожание землю, и их просто для интереса расстреливали из окон проходящих поездов. А что же было тогда там, когда не было человека вообще? И если нефть действительно из тела животных, то остается только один вопрос. Как можно было убить их всех одновременно и трупы не дать растерзать хищным зверям и птицам? А может быть и вместе с ними мгновенно зарыть их землю и сделать недоступными воздуху? Когда же все это могло произойти? Первое. От сотворения Адама до потопа прошло 1656 лет. От сотворения Адама до рождения Иисуса Христа – это 1508 лет. Сегодня 2002 год. Значит, от сотворения Адама до нас прошло 7510 лет. От потопа до наших дней прошло 7510, минус 1656, 1554. А где нефть, там и газ. Где производные от него. Как производные от него. Притом, кто сомневается в том, что был потоп, пусть объяснит происхождение огромных валунов на равнинах Прибалтики. Увлеченные теорией о леденении Земли разъясняли это тем, что валуны падали на льдины, а льдины, сползая, вынесли их на равнины. Для циологов ли не знать, при каком наклоне возможно сползание ледяного покрова. Туркменский ученый сумел доказать это на практике, говоря, что не потому ли так много теории от леденения Земли, что его вообще не было. Ведь чтобы лед сполз до равнин Прибалтики с ближайшей Скандинавской гор, они должны быть высотой не менее 50 километров. А для того, чтобы вода могла стекать, достаточно наклонов в тысячные доли градуса. Валуны плыли на льдинах во время потопа. Так объяснил он ученые в кавычках. Римлянам 1.22 Называя себя мудрыми, обезумели. Иов Петрина, он уловляет мудрецов их же лукавством. И совет хитрых становится тщетным. Притчи 26.5.4 Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделался подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Иеремия 8.9 Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Стоит только признать истинность Библии, и безумие эволюционистов сгинет, как дьявольское измышление. Иеремия 8.9 Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? 1 Коринфянам 3.20 И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Салом 48.14 Этот путь их есть безумие, хотя последующее за ними. Одобряет мнение их. Экклесиаста 10.13 Начало слов из узкого глупость, а конец речи из узкого безумия. 1 Коринфянам 3.19 Ибо мудрость в мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. 3 Макавейска 3.14 Мы же, снисходя их безумие, потворствуем распространению лжи и помогаем распространять мурак, не умея противостать их хитросплетенным басням. Люди забыли Бога. Отсюда все.